МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главной новостью этого дня стало известие о том, что уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова закрыто. Сам он попал под недавнюю амнистию. Об этом сообщило информационное агентство ИТАРТАС со ссылкой на источник, близкий к следствию. Других дел в отношении Сердюкова не расследуется, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что решение о применении амнистии к Сердюкову было принято уже давно. Ранее в СМИ появилась информация, что решение об амнистировании бывшего министра военные следователи приняли 21 февраля. Военная прокуратура не возражала против этого решения. Однако адвокат Анатолия Сердюкова Константин Ривкин не подтвердил и не опроверг эти сообщения. Напомним, что Сердюков стал фигурантом дела, возбужденного по статье «Халатность» в декабре 2013 года. По версии следствия, министр допустил строительство дороги за бюджетный счет к частному объекту Турбазе-Житное. Эта турбаза принадлежала мужу сестры Сердюкова Валерию Пузикову. В сентябре 2013 года Пузиков безвозмездно передал житное в собственность Минобороны. Сам Пузиков в январе 2014 года также стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблениях на 12 миллионов рублей. В феврале подозреваемого объявили в розыск. 5 марта стало известно, что он добровольно явился в Следственный комитет и был освобожден под подписку о невыезде. Сердюков был уволен с поста министра осенью 2012 года. Тогда же следственные органы начали возбуждать большое количество дел о коррупции в военном ведомстве. Самым крупным стало дело о хищениях нескольких миллиардов рублей через холдинг «Оборонсервис». Главной фигуранткой дела является бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева, которую называют «Приближенной Сердюкова». Она содержится под домашним арестом. Еще криминально только Рязанском. Рязанские полицейские проводят проверку по факту конфликта между активистом движения «СтопХам» и рязанским водителем. Напомним, что во вторник, 4 марта, рейд активистов движения «СтопХам» закончился дракой. Напротив торгового центра «Аркада» на улице Ленина, один из водителей после просьбы перепроковаться достал биту и нанес «СтопХамовцам» несколько ударов. В ответ один из активистов применил баллончик с перцовым газом. В результате драки активисты получили ушибы, а водитель – химический ожог. К другим более мирным темам. Сегодня в Рязанском техникуме пищевой промышленности, общественного питания и сервиса состоялся областной фестиваль «Гимн профессии». Будущие пекари, повары и кондитеры соревновались между собой в умении вкусно готовить. Каждый год на базе техникума пищевой промышленности проходит региональный конкурс профессионального мастерства. И в этом году студенты, будущие повара, прошедшие строгий отбор в своих учебных заведениях, прибыли в Рязань для того, чтобы показать уважаемому жюри, на что они способны. Ребята прошли внутри техникумовские отборочные конкурсы, там тоже проводились в каждом учебном заведении. Затем идет региональный конкурс и победитель отправляется на всероссийский конкурс. Мы пригласили в качестве членов жюри специалистов, профессионалов, которые будут уже смотреть с точки зрения, ну скажем, профессионального отбора наших студентов. Королева стола – рыба треска. Приготовить ее нужно так, чтобы впечатлить своих более опытных коллег. Ребята готовились, тщательно распределяли между собой компоненты, из которых в конечном итоге должны появиться шедевры кулинарии. Мне кажется, вот эти конкурсы многое дают. Самое главное – опыт, общение. Блюдо называется «Для милых дам». Что у него будет ходить? Треска, помидоры, кабачки, циккини, сок лайма. И каким бы ни был результат конкурса для каждого из участников, им уже давно понятно, с чем они свяжут свою жизнь. Ведь профессия повара очень важна, и далеко не каждому дано природой готовить, уж простите за каламбур, со вкусом. Накануне Международного женского дня в областном министерстве спорта чествовали известных резанок. Все они имеют прямое отношение к спорту, физкультуре и здоровому образу жизни. Из рук министра молодежной политики и спорта Татьяны Пыжонковой заслуженные награды и благодарности получили мамы и жены знаменитых спортсменов и тренеров, а также женщины, воспитывающие нескольких приемных детей. Татьяна Пыжонкова пожелала резанкам любви, здоровья и выразила благодарность за их труд и заботу о ближних. Среди награжденных – ветеран труда, мастер спорта по лыжным гонкам Людмила Васильева. В свои 76 лет она по-прежнему любит выйти на зимнюю трассу и побегать на свежем воздухе. Последние 24 года работала в кооперативном техникуме. Тоже ведь вот так вот вспомнишь, столько приходилось работать. Ведь я там провела две спортыкиады республиканского значения в своем техникуме, на базе техникуме по лёгкой атлетике, по плаванию еще. И многих я спортсменов подготовила. Вот сейчас это моя гордость. В завершении встречи Татьяна Пыжонкова пожелала всем собравшимся дамам, чтобы мужчины носили их только на руках. Три выходных дня ожидают горожан. Помимо традиционных субботы и воскресенья, отдыхать предстоит и в понедельник. Всему виной международный женский день. Насколько комфортная погода нас ожидает на празднике – в следующем репортаже. Небесная канцелярия приготовила довольно удачный сценарий погоды в нашем регионе на предстоящие праздничные дни. В предстоящие выходные погода Рязанской области будет определять антициклон. Поэтому погода улучшится, осадков не ожидается и ждем солнца. По словам дежурного синоптика, 7 марта ночью и в утренние часы возможны морозы до минус 13. Днем столбики термометров окажутся в районе нуля. 8 и 9 марта также ожидается малооблачная погода без осадков. Днем минус 5-10 днем. За счет солнца воздух прогреется до плюс 2-7 градусов, что превышает климатическую норму на 4-5 градусов. А вот на дорогах по-прежнему гололедится, поэтому будьте осторожнее на дорогах. Такая погода сохранится до 12 марта включительно. Так что уже можно с уверенностью сказать, что весна в этом году удастся. А вот без ежегодной весенней радости половозе нам не обойтись и в этом году. А вот если природа все же преподнесет очередной сюрприз, а начнется резкое таяние, наступит очень теплая погода, пройдут хорошие теплые ливневые дожди, то половодьям вполне может превысить обычные величины. И к этому нужно быть готовыми. У каждого сада свое лицо. Городское управление образования предложило нашей телекомпании рассказать об особенностях воспитательного процесса в рязанских детских садах. Как оказалось, практически в каждом из них есть особенности. Где-то дети занимаются закаливанием и обливаются на морозе холодной водой. Где-то есть свой детсадовский театр, где-то музей. Мы с удовольствием поддержали инициативу городских властей и в выпусках нашей программы периодически будем рассказывать о рязанских детсадовских фишках. Сегодня репортаж из детского сада номер 32. В нем уже около пяти лет действует сауна для воспитанников. Посещают ее строго по советам и под наблюдением врачей. Вместе с малышами оздоровилась Оксана Дебенихина. В 32-м детском саду заботятся о здоровье своих подопечных по-особенному. Для маленьких жителей страны под названием Гномик соорудили настоящую сауну. За много лет работы мы заметили, что все-таки дети чаще все-таки сегодня болеют. И сама специфика нашей работы подсказала, что хорошо бы усовершенствовать эту работу и внести один еще небольшой, казалось бы, компонент, который очень хорошо поможет нам в выздоровлении наших детей. И, можно сказать, совсем недавно, благодаря стараниями нас, стараниями строителей и наших родителей, которые захотели, чтобы это было, появилась сауна. Кроме того, с малышами проводят физкультурно-оздоровительные занятия в бассейне. В общем, приучают нашу молодежь к русским традиционным методам закаливания и в совокупности развлечения. Как говорится, из парилки в прорубь. Побыв немножечко в тепле, дети с удовольствием бегут в бассейн. И я думаю, что это один из видов хорошего, здорового образа жизни наших дошколят. Малышня от таких занятий приходит в неописуемый восторг. Еще бы! Ведь у них буквально под боком круглый год находится источник безграничного потока развлечений. Да к тому же еще и полезный для здоровья. На сегодня это все. Далее в эфире программа подробностей, гостем которой стал священник отец Павел Коньков. Тема программы – Великий пост, который начался на этой неделе. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА